Это для нас историческое событие. Сам вагон модернизированный, современный, под нашу колею разработан. Отвечает требованиям программы «Доступная городская среда», обеспечивая безбарьерный проезд малоподвижной категории граждан и мамочкам с детьми, что как бы важно для детской здравницы. Рядом с нами директор трамвайного управления Михаил Клещенок. Михаил Владимирович, доброе утро. Доброе утро. Скажите, тестили уже новый вагон? Сейчас трамвай проходит процесс сборки. У нас есть определенные сложности с доставкой необходимых комплектующих. Трамвай пришел. Пришел основной корпус и пришли две тяговые тележки. Сейчас он стоит на колесах. Уже поставлены новые двери, оборудование проведено. Но вот осталась последняя, как говорится, ступенька, последний этап – это в трамвай вдохнуть жизнь, подключить его к внешнему источнику питания, для того, чтобы он вышел на линии города. А в чем проблема? Почему мы не можем его подключить? Ну, сейчас у нас заминка с комплектующими. У нас банально получается, что специалисты с Уралвагонзавода, когда ехали в командировку в Евпаторию через Москву, потерялся багаж. Багаж с инструментом, багаж, в котором были тоже запчасти. Сейчас приняты меры к розыску этого багажа. Поэтому в ближайшее время мы сами ждем этого результата. И от нас тоже ждут и местные жители, и наше руководство, чтобы он вышел на линию. Скажите, кроме этого и специалисты тоже едут со страны? Или наши специалисты подходят? У нас трамвай состоит из разных систем, в том числе электроснабжения, технической части, механической. В основном собирают, конечно, специалисты Уралвагонзавода, но наши тоже оказывают помощь посильную. Ну, бывает просто банально, мы даже предоставляем транспорт для того, чтобы купить болты и гайки, метис, съездить в магазин. То есть у нас такой симбиоз, мы тружно собираем этот трамвай. То есть сейчас пока технические такие моменты, мы ждем этого события. Мы сами очень ждем, поэтому для нас это не просто хороший повод сказать, что у нас появился новый трамвай. Это трамвай, который не выпускался больше 30, а может 50 лет. Он достаточно уникальный, он подходит только для линий города Евпатории. Потому что у нас, я повторюсь, у нас вообще уникальная трамвайная сеть, что у нас очень маленькие радиусы кривых. У нас особенность то, что она одноколейная, что у нас разъездные карманы, в которые трамвай должен в форматах ходить, чтобы два трамвая разъехалось. Ну и, конечно же, вы правильно сказали, что обеспечение удобства маломобильных граждан, то есть это и откидывающиеся аппарели, и система кондиционирования у нас там. Мы ждем каких-то не просто положительных эмоций, а именно такое очень важное событие для города всего, даже в рамках нашей Евпаторийской развития Евпаторийской, Всероссийской детской здравницы. А прежние вагоны, которые сейчас имеются на балансе, скажите, у них программа «Доступная городская среда» внедрена или нет? Нет. Но мы что-то пытаемся делать самостоятельно. У нас есть, допустим, мы не можем изменить конструкцию трамвая, то есть если ступеньки существуют, мы их не можем убрать. Но мы можем обеспечить, допустим, беспрепятственный вход мамочкам с колясками. Мы убираем посредине стоящийся поручень, и поручни организуем и крепим на двери. То есть при открытии есть свободный проход, который можно с помощью пассажира или молодого человека, мужа, спутника жизни, зайти в трамвай. А сколько сейчас на балансе трамвая? У нас всего 25. Чешских трамваях 19. И скажите, а процедура, чтобы получить новый трамвай городу, это достаточно долго? Что нужно сделать? Получить? Ну, получить навряд ли. Вот купить в рамках реализации программы некоммерческого лизинга, это можно. Но если раньше обсуждался вопрос, а он уже обсуждается порядка пяти лет, и говорилось, что трамвай негде купить, что Крым это секционная зона, мы изучали, проводили работу, в том числе и заводовый производитель Штадлер, Швейцария, что такого трамвая нет. Сейчас мы с уверенностью можем сказать, что вот он есть. Да, есть какие-то недочеты. Конечно же, в рамках этой опытной эксплуатации мы сделаем свой отзыв о трамвае. Конечно же, это трамвай не оконченной формацией, потому что у нас существуют технические условия. У нас трамвай должен быть универсальный для всех маршрутов. Он должен двухкабинный, на две стороны двери, потому что, если вы знаете, у нас не везде получается высаживать на тротуар. У нас есть остановки, особенно это проспект Ленина, где мы осуществляем посадку и высадку пассажиров с проспекта Ленина. Поэтому вот этот момент можно исключить, добавив с другой стороны двери. А вот еще такой вопрос. В социальных сетях ходила новость, что трамвальное управление передадут в республику. Сейчас оно муниципальное. Это так, не так? То есть какая судьба нашего евпаторийского трамвая и ждет ли реконструкция путей? Вот на протяжении долгих лет каждый год поднимается этот вопрос. Есть четкая позиция меня, как руководителя, потому что я знаю все проблемы, связанные, скажем так, с объединением, укропнением. Есть четкая позиция совета главы города, главы администрации, главы совета Олеси Викторовны. Она неоднократна. И в прошлый раз, когда нас пытались передать в республику под республиканское управление, вставало, я так считаю, что это защита. Спасибо ей огромное. Это оценил и трудовой коллектив, и мы. Мы сейчас можем сравнить, в каком состоянии весь электротранспорт в республике. На данный момент, какие бы сложности у нас ни были, финансовые проблемы, у нас нет ни задолженности, ни кредиторской задолженности, ни за коммунальные услуги, ни по заработке. А что касается развития, то есть достаточно уже ветхие пути, будет ли реконструкция? У нас сейчас проект вернулся в город, проект реконструкции трамвайных путей. Это федеральная целевая программа, на это деньги есть. Проектировщик, это город-проект, город Волгоград, заходит в государственную экспертизу. После этого будет реализация этой уже, и в том числе реконструкция. Что касается покупки трамваев, у нас есть опыт жилищно-коммунального хозяйства, когда транспорт для обслуживания, мусороуборочную технику купила республика и передала в эксплуатацию нашим предприятиям. Кроме этого, вкратце давайте обсудим, что появятся еще и новые направления, новые остановки, в поселке пойдет. Мы включили в генеральный план развития города, развитие приоритетных маршрутов. Это Заозерка, поселок Исмаилбей и Солнышко. Это, конечно, радует, что наша достопримечательность развивается. Михаил Владимирович, мы вам желаем удачи, всегда рады вас видеть в этой студии, а если с хорошими новостями, так тем более. Коллеги, я передаю вам слово, мы продолжим следить за развитием Евпатории и держать вас в курсе. Большое спасибо, Настя. Желаем вам хорошего дня и только добрых новостей. Напоминаем, на связи был Евпаторийский филиал телерадиокомпании «Крым» и корреспондент Анастасия Егорцева. Продолжение следует...